Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Миром Гульсал Кимбаева. В начале коротко о главном. Осторожная инфекция. В Управлении по защите прав потребителей продолжают выявлять места, где нет заключений санитарных специалистов. Важные гости в Караганде. Министр культуры и спорта страны рассказал о том, для чего нужен план нации «100 конкретных шагов. Современное государство для всех». В Казахстане ожидается кризис, на чем в первую очередь отразятся финансовые проблемы, узнавали наши корреспонденты. В шахтерскую столицу приехал вице-министр культуры и спорта нашей страны Галым Ахмедьяров. Цель его визита – донести до карагандинцев программу «100 конкретных шагов. Современное государство для всех». В Караганде уже начали разъяснять план нации «100 шагов. Современное государство для всех». На 6 августа были проведены 8 встреч, на которые пришли больше 600 человек. Территорию для общения с людьми выбирали разную. Это города, спутники и поселки. Помогают проводить разъяснительную работу представители республиканской информационной группы. В ее состав вошли представители Министерства культуры и спорта страны, образования и науки, а также здравоохранения. «100 шагов» – это поставленная задача, к которой мы должны сами вместе его осуществить. Естественно, там поставлены конкретные задачи, где, я думаю, что государство, мы под эгидой Мангликель, мы, думаю, что мы проведем, успешно преодолим все какие-то преграды. В работе «Круглого стола» приняли участие руководители управления департаментов, представители Ассамблей народов Казахстана, этнокультурные объединения и многие другие. Все сегодня собрались, чтобы не только услышать мнение о попроводимой реформе, но и для того, чтобы высказать свою точку зрения. Энергосистема Караганды будет закольцована. Зачем это нужно и как все будет происходить депутатам городского маслехата, рассказали специалисты на объектах компании «Караганды-Жарык». Народные избранники продолжают летний контроль подготовки тепловиков и энергетиков к зимнему периоду. Сергей Высокосов с подробностями. Затем, как карагандинские энергетики готовятся к зиме, депутаты следят ежегодно. А сегодня убедились, что помимо ежедневных забот у компании «Караганды-Жарык» во главе угла по инвестиционной программе, которую ранее согласовали с антимонопольщиками. Это в основном реконструкция, техническое переоснащение и развитие электрических сетей города. Воезная депутатская группа сначала отправилась в частный сектор, что в Михайловке. Здесь увидели, что установка современных трансформаторных подстанций теперь обеспечит стабильную подачу электроэнергии в дома. Сейчас ведется демонтаж старых и монтаж новых электрических опор, что должно значительно уменьшить потери электроэнергии. Между тем, депутаты заметили, что кроме опор «Жарыка» очень близко друг с другом соседствуют столбы и других услугодателей. Такой чистокол народные избранники сочли излишним и неприглядным. Стоят опоры рядом на освещение, стоят опоры на освещение, осталось три опоры. А только вмещается. Вмещается. Тогда меньше опор будет. Ну да, в три раза считайте меньше опора. Можно, конечно, на метр два ступить. Нет, одна линия опоры – это освещение, одна линия опоры – это электроснабжение, другая линия опоры – это телефон. Это, получается, три линии опор. И еще, кроме этого, старые какие-то опоры, непонятное происхождение и много чего. Конечно, много возникает, скорее всего, вопрос с демонтажом, потому что, собственно, со всеми уже многие, наверное, уже бесхозные. И улицы, конечно, приобретают, так скажем, не очень многие улицы, приобретают не очень такой презентабельный вид. Тут же на месте принимается решение о приглашении всех представителей коммунальных служб города на предстоящее совещание для устранения этой проблемы. Депутаты по ходу объезда также убедились, что качество оказываемых услуг теперь явно станет выше, чем до установки трансформаторной подстанции. Кроме того, повсеместно внедряется дистанционный учет потребляемой электроэнергии. Мы просмотрели установленное РП, новое РП, которое установлено на улице Западная, а также сеть от нее. Это ДП и длинион 4 кВ, которые выполнены с применением самовесущего взаимодействия на поле СИП. Следующий объект – подстанция близ улицы Терешковой. Реконструкция здесь практически завершена. Оборудование, привезенное из России, Франции и Германии, монтируется. Казахстанские производители только начинают осваивать наш энергетический рынок. За два года пройдены работы на 5%. Могу сказать, что все эти работы выполнены. Сейчас идет наладка оборудования уже рельной защиты. Это монтирование, монтаж шкафов и прокладка памяти. Данная подстанция, она является узловой для города. Подстанция Жарык, что вдоль трассы к поселку Уштубе, тоже строится по инвестиционной программе. Правда, уже четвертый год. По словам энергетиков, запуск планируется в октябре нынешнего года. Тепловая и энергетическая системы тесно взаимосвязаны между собой. Одна без другой просто не смогут работать. Потому депутаты так дотошно выспрашивали у Айдын и Девсултана все подробности строительства подстанции Жарык и возможности закольцованности энергоснабжения Караганды. Сегодня в основном смотрели ту часть, которая называется инвестиционная. Это перспективная часть. Сейчас мы находимся на подстанции Жарык, которая устроится. Конечно, это закольцовка, вот эти новые схемы электроснабжения. В целом, конечно, скажется благотворно на систему энергоснабжения города. Тут депутатам высказывалось только замечание насчет сроков строительства. Это, наверное, связано с их планом финансирования. Депутаты отметили и то, как энергетики активно взялись осваивать юго-восточный район города. Он в недалеком будущем, согласно генеральному плану строительства Караганды, станет новым центром города. Именно сюда, на подстанцию Жарык, и будут переведены службы энергетиков. Сергей Высокосов, Улжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. В Караганде появились недобросовестные бизнесмены, которые не имеют санитарных заключений на свои торговые точки. Возможно, среди собственников именно этих магазинов реализуются некачественные продукты питания. Поэтому специалисты Управления по защите прав потребителей решили сделать выговор предпринимателям. Николай Кровец расскажет подробно. Сегодня в Управлении по защите прав потребителей по району имени Казбекби много людей. В основном это частные предприниматели, которые пришли сюда послушать замечания в свой адрес. Правда, специалисты учреждения не стали называть их имена. Как оказалось, у многих нет санитарных эпидемиологических заключений. Поэтому специалисты призывали всех бизнесменов исправить замечания. Для этого всего лишь надо обратиться к работникам отдела санитарного надзора и получить консультацию. Сейчас, за летний период, в июле месяце, пришли новые документы. То есть приказы мы сейчас относятся к Министерству национальной экономики. Поэтому у нас вышли санитарные правила, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан. У нас вышел новый стандарт, согласно которого мы выдаём санитарные переместные заключения. Вспышки заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Карагандинской области не наблюдается. Однако проверка никогда не помешает, заявляют специалисты. По сравнению с прошлым годом, число больных осталось на прежнем уровне. Поэтому до конца лета в регионе проводится месячник по профилактике заболеваний и кишечных отравлений. Это связано с тем, что наблюдается высокая температура воздуха, которая может послужить причиной для некачественного хранения и реализации продуктов питания. Поэтому необходимо нашим потребителям продукции, которые покупаются на рынке, у частных лиц, в магазинах, не только смотреть сроки годности продукции, не покупать продукцию с земли, не покупать у частных лиц на улице, и ещё и соблюдать обязательно личную гигиену. Работу сотрудников управления по защите прав потребителей можно тоже понять. Они отвечают за качество продукции и реализацию товаров. А того, как осуществляется контроль за санитарным состоянием объекта, и всё, что в нём находится, зависит жизнь человека. Николай Кровец, Алжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Крагандинский. Впереди короткая реклама, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Казахстанцев ждёт экономический кризис. Такое заявление сделал обозреватель этой сферы, известный блогер Денис Кривошеев. Аргументами и подтверждением своих слов Денис привёл недавнее выступление главы государства, где Насултан Назарбаев призывает всех войти в режим экономии. Со слов Дениса Кировшеева, в первую очередь кризис ударит по заработной плате граждан, а падение курса рубля в России усилит и без того тяжёлую ситуацию с бюджетом страны. Первое, что сделает бизнес, это понизит зарплаты, потому что нет никаких способов компенсировать разницу, нельзя понизить свои издержки на коммунальные услуги, на банковские отслуживания и прочее, он будет снижать издержки на АЗП. Соответственно, ожидаемо, мне кажется, насколько должен сократиться зарплатный фонд, где-то на 40%. Огромное влияние на нашу экономику имеет российский рубль. С падениями его курса из страны начали утекать огромные денежные средства. По словам Дениса Кировшеева, в целом за последнее время из Казахстана в Россию вывезено около 20 миллиардов долларов. Эти деньги были потрачены казахстанцами на покупку авто и других товаров. Тем самым наш бюджет потерял около 3 миллиардов тенге в виде налогов. По словам Дениса Кировшеева, безопасность прежде всего. Если у вас есть крупная сумма, ее лучше хранить в нескольких банках. Также советует обозреватель, не стоит верить обманчиво высокому курсу евро. Аймамрина Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Дома шахтерской столицы небезопасны. Около тысячи зданий требуют капитального ремонта. 700 из них не входят в состав КСК. Это может привести к трагическим последствиям. По словам главного специалиста жилищной инспекции городского Акимата Жандоса Мажита, в шахтерской столице есть дома еще 30-х годов постройки. Многие из них расположены в Октябрьском районе и сортировке. Половина из всех многоэтажных домов нуждается в капитальном ремонте. Также многие из них не входят в состав КСК. А значит, отвечать за них должны сами жители. Хотелось бы обратиться к жителям многоквартирных жилых домов, где отсутствует форма управления объектом кондоминиума. Необходимо инициировать вопросы по вхождению домов в то или иное КСК или создавать новые. От этого напрямую зависит качество предоставления услуг, вода, электричество, теплоснабжение. Улица Луговая сменит название. Несмотря на временно объявленный мораторий, в апреле нынешнего года правительство Казахстана вынесло специальное поручение в честь 70-летия Великой Победы. Заместитель премьер-министра Бердебек Сапарбаев, учитывая огромное значение этого события, велел нарушить запрет. В соответствии с поручением заместителя премьер-министра Республики Казахстан Бердебека Сапарбаева, от 16 апреля 2015 года продолжается работа по присвоению объектам улицам имен ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, полных кавалеров орденов солдатской славы, кавалеров многих орденов и медалей. В Караганде по этому поводу назначены публичные слушания. Их, как и предыдущие, проведут совместно Акимат и депутаты города. 18 августа в Доме Союзов пройдут такие публичные слушания. Будет обсуждаться вопрос о переименовании улицы Луговой в улицу имени участника Великой Отечественной войны генерал-майора, Герой Советского Союза Сабира Рахимова. А 137-му учетному кварталу, он расположен в районе жилого комплекса Шапагат, предполагается присвоить имя участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Панфиловца, участника битвы за Москву, Бауржана Мамышулы. Начало публичных слушаний в 18 часов. Регистрация участников начнется на час раньше. Ринг – это наша театральная сцена. Такое заявление сделал заслуженный тренер по боксу Вячеслав Титовский. Сегодня он готовит молодых мастеров кожаной перчатки к Республиканскому Кубку Федерации. Соревнования пройдут в 20-х числах августа в городе Талдыкурган. Своими основными соперниками наши боксеры видят алматинцев и хозяев арены. Поэтому тренировки идут полным ходом. На жарких спарринках побывала Аим Амрина. В центре бокса имени Серика Сапиева сегодня идут жаркие тренировки. Спортсмены разминаются, выступают в спаррингах. Пот с них льет в три ручья, но останавливаться никто не намерен. Ведь на бой нужно выходить как на праздник. С тщательной подготовкой заявляет тренер спортсменов Вячеслав Титовский. В первую очередь, когда проходит бой, это действительно отдать все силы, выложиться до упора, чтобы проявить максимум волевых качеств, максимум технико-тактического мастерства. Чтобы глаза горели на бой, желание было победить. Вот это мои пожелания. Мы сейчас приложим все силы, чтобы они к этому и подошли. Защитить честь нашей области на Республиканском Кубке Федерации готовятся 20 боксеров. Махсаджик Симбе – неоднократный победитель многих соревнований. Его мечта – стать участником Олимпиады в 2020 году. Я хотел попасть на Олимпиаду в 2016 году, но пока это невозможно. Сейчас я усиленно тренируюсь, хочу достойно выступить на Кубке Федерации. На соревнованиях за Кубок Федерации, кроме наших боксеров, выступят Костанайские, Павлодарские и Алматинские спортсмены. Чемпионат пройдет с 20 по 23 августа. Аймам Ренажа, Сулам Акулбеков, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Карагандинские спортсмены с ограниченными возможностями вернулись из Америки с победой. Летние Олимпийские игры принесли четырем легкоатлетам шахтерской столицы две золотых, пять серебряных и три бронзовых медалей. Какой ценой олимпийцам досталась победа, узнавал наш корреспондент. Дружеские объятия, поцелуи, громкие выкрики «молодцы!» Так родные и близкие встречали своих победителей на вокзале. Сегодня в полдень победители четверо спортсменов и два тренера приехали на алматинском поезде в Караганду. Перелет из Америки в Казахстан был немного утомителен, но несмотря на это спортсмены довольны. Ведь они добились того, чего хотели – победы и признания. У нас в гимнастике мальчики выступали на шести снарядах, девочки на четырех снарядах. За каждый снаряд завоевываются медали. 26-летний Вячеслав Сидоренко занимается гимнастикой уже два года. В прошлом году парень участвовал в республиканских соревнованиях и стал чемпионом по лыжным гонкам в своем дивизионе. От поездки в Лос-Анджелес слава в восторге. Вот мне понравилась Америка, красиво, мы отдохнули хорошо, и классно. Вот мне понравилось тоже. С медалей много было спорта, много людей было. Все понравилось, классно. Сейчас на лицах победителей светятся улыбки. Но только им одним известно, какой ценой досталась победа. Полтора года усиленных тренировок, выезды на соревнования, моральная подготовка. Ведь ребята хоть и выглядят здоровыми, страдают различными заболеваниями. Да и сама поездка не близкая. Стоимость перелета на одного человека составила около 400 тысяч тенге. Говорят, во всем помогли спонсоры. Всемирная организация Special Olympics, в которой тренируются эти спортсмены, не намерена останавливаться на достигнутом. Ее руководители уверены, жизнь без ограничений возможна. Аймамрина Жасулама Кулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Это была последняя информация на сегодня. Если у вас есть интересные новости, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. А я с вами прощаюсь. Аман Саввулан издар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин